здравствуйте в эфире киногид и с вами я ведущий валерий бондаренко мы уже как-то намекали на то что вот этим летом наверное стоит ходить в кино потому что лето выдалось уникальное лето это время летних блокбастеров и наверное раз в 10 лет вот как-то так выпадает карта особенно когда самые интересные режиссеры которые рискуют снимать летние блокбастеры вдруг вот в течение этого лета идут один за одним и у нас этим летом была и картина одинокий рейнджер горы вербинские и будет у нас картина гравитация альфонса куарона мексиканского режиссера который откроет венецианский фестиваль и будет элизиум нил блокамп это режиссер который поразил кинографический мир своей картины район номер 9 и вот сейчас на наших экранах идет тихоокеанский рубеж выдающегося мексиканского режиссера гильермо дель тора вот эту фамилию произносить можно всегда с удовольствием поскольку поскольку это конечно очень большой мастер выдающийся и особенно приятно что он не снимал картины пять лет и наконец снял следующую и сам гильермо дель тора мексиканец работающий в голливуде говорит о том что вот эти пять лет довели его до состояния депрессии страшной неуверенности в себе постольку поскольку он все время занимался проектами которые вот не получили дальнейшего развития с его участием долгое время он должен был снимать фильм хоббит который в итоге снял питер джексон питер джексон не хотел снимать хоббита хотел быть продюсером и хотел чтобы ты сделал гильермо дель тора но что-то там не не сошлось звезды как-то так вот не выпали в этот звездный пассианс и картин не получилось потом он собирался снять фильм но вот по поводу которого многие облизывались от хребты безумия и здесь главная фамилия конечно автора книги это говард лавкрафт великий мастер литературы ужасов представить как бы это сделал гильермо дель тора было бы очень здорово но тоже что-то как-то не пошло и наконец вот тихоокеанский рубеж и на нем большой мастер выздоровел но надо несколько слов сказать конечно гильермо дель тора гильермо дель тора человек который работал гримером 10 лет и только потом случайно снял несколько короткометражных работ и снял фильм хронос еще в мексике который получил 10 премий вот мексиканской киноакадемии такой мексиканский аналог оскара и затем приехал в голливуд там не сразу все получалось он снял картину blade 2 снял хелл бой хелл бой 2 но и снял две картины за которые полюбил весь кинтографический мир и одна из этих картин называлась лабиринт фавна она попала на каннский фестиваль получила там один из призов это конечно совершенно выдающаяся картина которая показала что в мире существует человек который очень уютно себя чувствует вот на этой зыбкой почве он рассказывает историю второй мировой войны испания гражданская война в испании приход фашизма и одновременно рассказывает историю маленькой девочки которая полутает в лабиринте фавна в сказочном лабиринте где она встречает различных чудовищ которые являются проекциями и ее я и некое я истории а я испанская история и это была картина совершенно завораживающие своей визуальной пластикой том тем как какие-то вот сцены но поснятые почти документально сочетаются с этой неуемной фантазии потому что всегда же конечно найти нужно найти некий принцип органики принцип гармонии и картина которую он снял последний это хелл бой 2 те кто очень любят кино могут и не видели эту картину могут вот не ухмыляться потому что это одна из самых сильных картин сделано до в жанре блокбастер но это был такой некий авторский блокбастер где такое вот путешествие некого комиксового героя она завязана на традиционных мифах и вот картина тихоокеанский рубеж это но в некотором смысле такой странный киберпанк киберпанк это одно из ярких явлений сначала в американской преимущественно фантастике свое время даже писали что лучшее что есть литературе конца 80-х 90-х годов это литература киберпанка то есть это литературу связанные с именами уильяма гибсона или там майкла суэнвика и так далее так далее киберпанк повествует о неком мире будущего который вполне себе сложился в некую тоталитарную такую сетку тоталитарную сетку в основании которой лежит слияние сознания человеческого и сознание связанного либо с искусственным интеллектом либо с некой такой странной формой жизни пробуждающиеся в роботах в общем это сознание некое интегрированное сознание уже не вполне человеческое сознание транс человеческое и самой знаменитой книгой конечно здесь является нейромант уильяма гибсона кинематографе первой такой картиной которая определила стиль этого направления был знаменитый блэйд раннер ридли скотта и я думаю что все эту картину конечно видели и естественно и матрица и все возможные сказать продолжение матрицы как связанные с этой картиной так и связанные тематически все это имеет некое начало в киберпанке ну и конечно есть такой человек как дэвид кроненберг выдающийся канадец который ну скажем в экзистенции вот воплотил такой холодный киберпанк который является в некотором смысле идеальным тихоокеанский рубеж эта картина о борьбе людей которые сидят в огромных роботах с японскими чудовищами то есть картина которая подсказывает что гильермо дель тора который 1964 года рождения когда-то в мексике очень любил вот эти ранние варианты с одной стороны японского аниме и с другой стороны фильмов про гадзилу разных других чудовищ в данном случае два сюжета объединились мир киберпанка где сознание людей сливает сознанием машин против инопланетных чудовищ ну в некотором смысле в духе годзиллы и вот здесь вот можно начать смеяться потому что у меня например есть целый ряд знакомых которые говорят на такое кино не пойду никогда ну что это такое роботы против годзилл роботы против японских чудовищ и я бы сам никогда не пошел на такое кино если бы автором этого фильма не гильермо дель тора и вот теперь надо сказать что смотреть это кино но это настоящее как это не парадоксально звучит эстетическое удовольствие потому что ну почти до самого конца потому что в самом конце начинаешь переживать поскольку поскольку нет свободу режиссеров она вся у продюсеров и конечно даже гильермо дель тора должен несколько ведер традиционно американского патриотизма вылезти на зрителей что разумеется картину портит и ослабляет вообще это конечно очень странное зрелище это не просто такое вот оживление эстетики киберпанковской манги или киберпанковской аниме на большом экране это еще картина про то что вот есть некое слиянное сознание людей и роботов есть японские чудовища но кино состоятельно только когда тогда когда там есть первоосновы мифологическое это борьбы героя с морскими чудовищами борьбы героя с чудовищами поднимающимися и спускающимися с неба другими словами эта картина которая на своем уровне будет с одной стороны интересно детям которые будут смотреть там трансформеров но только в некотором лучшем в исполнении с другой стороны взрослым которые любят кино потому что это некое путешествие внутрь культуры последних 30 35 может быть 40 лет и что особенно приятно для тех кто будет смотреть эту картину в россии гильермо дель тора большой поклонник русской культуры это человек который у себя в мексике много раз смотрел например фильм человек амфибия или например влюблен в картину а элита фильм про тазанова двадцатых годов и уж конечно влюблен в фильм андрея тарковского связанные с фантастикой это и солярис и stalker который всегда был изумлен что вот этот русский смог придать массовому жанру такую экзистенциальную метафизическую глубину другими словами в картинах на гильермо дель тора всегда есть русские персонажи а здесь это братья кайдановские и одного из них зовут александр как великого актера и режиссера который сыграл андрея тарковского роль stalker получить такой привет от мексиканского гения здесь далекой россии в далекой самары чрезвычайно приятно я предлагаю вам посмотреть эту картину это яркое явление в кинематографе с вами был валерий бондаренко и встретимся с вами через неделю александр 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 александр